Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана, в студии с обзором событий Аркин Олымбеков. Пилот из Кыргызстана оказался в заложниках. В Афганистане захвачены в плен 10 иностранных граждан их вертолет совершил вынужденную посадку. За вопросами в Москву, в столице России, откроется колл-центр для трудовых мигрантов из Кыргызстана. Телефонисты будут оказывать правовую помощь приезжим. Сплошные нарушения столичной власти в очередной раз пытаются навести порядок в рекламной сфере, в частности в правилах написания и размещения стендовых щитов. В Афганистане талибы захватили в плен 10 человек. Среди них есть гражданин Кыргызстана. Об этом сообщили в МИДе республики. Отметим. По предварительным данным, 21 апреля в уезде Азра провинции Лагар на востоке Афганистана в результате вынужденной аварийной посадки вертолетами и восемь талибами были захвачены в плен 10 человек. Среди них граждане России, Турции, Афганистана и Кыргызстана, оказавшиеся в числе заложников гражданин Кыргызстана Нургазы Кунушбеков, 66-го года рождения, по неподтвержденным данным, был одним из пилотов вертолета. Никаких требований террористы, захватившие заложников, пока не выдвигают. Сейчас МИД Кыргызстана совместно с властями Афганистана и командование Международных сил содействия безопасности в Афганистане, а также посольствами США, России и Турции принимает необходимые меры по освобождению заложников. Для обеспечения политико-дипломатических мероприятий по данному вопросу в Министерстве иностранных дел создана специальная рабочая группа, которая в настоящее время проводит соответствующую оперативную работу. По состоянию на сегодня, на 23 апреля, талибы пока не выдвинули каких-либо требований. Будет у кого узнать и с кем проконсультироваться. В Москве появится колл-центр для поддержки трудовых мигрантов из Кыргызстана. Его в столице России открывает недавно созданный там же Кыргызский конгресс объединения всех диаспор и групп, членами которых являются выходцы из нашей республики. Говорят, необходимость такого колл-центра просто наиострейшая. Сейчас в Москве находятся около 200 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана и многим из них решать разные проблемы приходится с огромным трудом. Например, вопросы легализации, пребывания трудоустройства, языковые проблемы, вопросы образования, получения медицинских услуг, разные юридические нюансы. А получить квалифицированную помощь по многим этим вопросам в посольстве Кыргызстана не всегда удается, жалуются мигранты. Мол, в депредставительстве сидят всего три юриста, которые не успевают консультировать своих соотечественников. Теперь с открытием колл-центра, как говорят его руководители, есть шанс не остаться на чужбине без квалифицированного совета. К примеру, по наиболее часто задаваемым вопросам, что делать, если потерял паспорт или как правильно оформиться на новую работу. В колл-центре теперь можно узнать даже нужные адреса и маршрут следования. Подсказывают здесь даже то, как дешевле доехать до пункта назначения. Кстати, звонки в этот колл-центр будут бесплатными. В колл-центре будет принимать все звонки, включая только будет отвечать устно. Никаких больше, например, такие вопросы, как легализоваться. Этот вопрос на сегодняшний день очень актуальный. Приезжаю к Иргыз сегодня. Каким образом? Впервые будет получать разрешительные документы. Ассоциация, объединяющая кыргызстанцев за рубежом, отмечает 10-летний юбилей. Об этом сообщают руководители объединения. Исполнительный директор ассоциации Майор Амбек Джапанов делится, что в связи с круглой датой они намерены провести по всему миру праздничные мероприятия. В планах традиционная международная конференция по вопросам миграции в столицы Кыргызстана, а также круглые столы. В Ярославской области России пройдут Дни кыргызской культуры. В Казахстане состоится конкурс песен. Возможно, в будущем такие же мероприятия будут проводиться в Европе, Америке и странах Азии. Также ассоциация проведет спортивные соревнования и конкурсы красоты как на территории Кыргызстана, так и за его пределами. Отметим, ассоциация «За монтаж» начала свою деятельность в 2003 году. Инициаторами объединения диаспоральных организаций выступили фонд поддержки кыргызстанцев Уральского региона Российской Федерации Киргизия Урал и Общественный фонд «За монтаж» сейчас в ассоциацию входит около ста диаспоральных объединений. Основной целью ассоциации «За монтаж» является содействие возрождению национального самосознания и сохранению самобытности кыргызов, проживающих за пределами Кыргызской республики, и правовая поддержка кыргызстанцев за рубежом в вопросах определения их правового статуса в местах временного или постоянного проживания. Изменить меру пресечения сторонники задержанного экс-мэра Бишкека, депутата парламента Кыргызстана Наримана Тюлеева требуют выпустить его из заключения в следственном изоляторе Госкомитета национальной безопасности на время судебных разбирательств, заменить ему меру пресечения на домашний арест. Приехавшие представители Нарынской области земляки Тюлеева задаются вопросом, почему криминальный авторитет Азиас Батукаев спокойно смог покинуть не только учреждение пенитенциарной системы, но и страну, тогда как депутаты Тюлеев, Джапаров и Мамытов по-прежнему остаются в СИЗО. Сторонники заявили, что намерены присоединиться к митингу, который организовывает оппозиционер Азимбек Бикназаров. На акции протеста они будут требовать не только изменения меры пресечения политикам, но и выступят за денонсацию соглашения с золотодобывающим предприятием Кумтор. Вина которого еще не доказанного человека и больного не хотят отпустить, то есть меры пресечения на домашний арест. В этом мы обижены, народ Тинерто. Мы не говорим сейчас, чтобы отпустили Наримана Тюлеева. Пусть это меры пресечения, более мягкие меры пресечения применять. Работники станции технического обслуживания унесли рекламный щит в переулок. Конечно, демонтировать во время так называемого рейда удалось несколько конструкций, однако эффекта, как признаются сами сотрудники отдела рекламы, от этого нет. После проверок и демонтажа проходит время, и предприниматели вновь устанавливают рекламные щиты и растяжки. Основное нарушение – это то, что рекламный текст написан только на одном официальном языке – русском. Хотя по закону должен быть на двух языках, в том числе на государственном, то есть кыргызском. Кроме того, у многих бизнесменов нет разрешения на установку щитов, хотя в мэрии говорят, что какой-либо ответственности за это не предусмотрено. Они утверждают, что только проводят разъяснительную работу и забирают на склад рекламные штендеры, которые после выполнения всех требований предприниматели смогут вновь установить. Мы где-то в феврале месяце провели демонтаж, сняли около 60 штендеров. Я уже в воскресенье за запчевцами приехал на базар, я уже 40 штук насчитал. Поэтому, с одной стороны, бороться бесполезно, но не бороться тоже нельзя. Сейчас мы произвели разъяснительную работу, чтобы люди хотя бы на тротуары не ставили, чтобы на дорогу не ставили, сделали вот такие вот кронштейны. Прибыли новые троллейбусы. Наконец-то сбылась мечта, как говорят сотрудники троллейбусного управления Бишкека. Впрочем, не только их мечтай, но и многих горожан, у которых нет собственного авто, ведь теперь у них будет выбор. Добраться до работы в садик или вуз не в забитых, до нельзя старых бусиках, а в народе именуемых маршрутками, а в комфортабельных троллейбусах. Их первая партия, о которой в мэрии говорили несколько лет, наконец-то прибыла в столицу. В связи с этим власти города устроили даже торжественный митинг в одном из транспортных депо. Там они выстроили в ряд новые троллейбусы, созвали все СМИ и под вспышки фото и видеокамер презентовали их. Отметим, пока прибыло 29 новых троллейбусов, 22 обычных, старая модификация, зато новенькие, только что с заводского конвейера и 7 так называемых низкопольных троллейбусов. То есть при входе никаких ступенек. Как раз то, что нужно для мам с колясками, пожилых людей и, конечно, для лиц с ограниченными возможностями. В августе ожидается прибытие из России второй партии троллейбусов. Всего планируется обновить троллейбусный парк на 79 единиц. Кстати, гранты и льготный кредит выделил Европейский банк реконструкции и развития в сумме более 15 миллионов долларов. Власти утверждают, что именно эти троллейбусы помогут разгрузить дороги столицы от заполонивших их бусиков. Будем возобновлять два новых маршрута, которые были раньше. Естественно, будем усиливать те маршруты, которые сегодня работают. И обязательно сейчас будем пересматривать те маршрутные линии, которые обслуживают бусики, чтобы уменьшить нагрузку на дорожное полотно, особенно в центральной части города. На этом все. Спасибо за внимание и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова